Мы уже погрузились в лодке и отправились на поиски судоводителей. Сейчас посмотрим, все ли придерживаются и знают правила безопасности. Большая часть плавающих по реке – рыбаки. Вот спасатели замечают первое маломерное судно. Почему наружаем? Спасательный жилет есть, но только надеть его забыл. Эту фразу в различных вариациях инспекторы слышат регулярно во время каждого рейда. Пока только предупреждают и напоминают о правилах. Одеваем нормальный сертифицированный спасательный жилет и, пожалуйста, получайте удовольствие от своей рыбалочки. Согласно правилам, пассажиры маломерного судна обязаны иметь спасательные круги и находиться в надувных жилетах, особенно дети до 12 лет. При этом снаряжение должно быть крепко закреплено и соответствовать размеру и массе человека, а водителю необходимо иметь при себе права. Вы знаете, люди нормально к этому относятся, правильно относятся. Никто не возмущается, потому что это безопасность, это безопасность каждого человека на воде, особенно детей. И к этому, наоборот, люди стараются относиться к добросовестному. Техническая составляющая – важный аспект безопасности. Судно должно быть исправным и соответствовать нормам. Также водителю необходимо иметь специальные пиротехнические средства. Четыре фальшфейера красного цвета, четыре фальшфейера белого цвета и четыре парашютные ракеты. А вот из этих предметов комплектации четыре фальшфейера красных, они предназначены для подачи сигнала бедствия, а белые фальшфейера, а также парашютные ракеты – это для привлечения внимания в случае чрезвычайной ситуации. За нарушение правил предусмотрен административный штраф от 15 до 20 тысяч рублей с содержанием судна и постановкой на специализированную стоянку. Алина Высоцкая, Александр Кучиц, Дон-24, Ростов-на-Дону.